Всем привет! Новый день и съемки продолжаются. С сегодняшнего дня у нас начинается семидневный стрим-марафон. Ох, как ты это все в руки в одни взял, чувак. Чемоданы я сейчас покачу. Чуваки, смотрите, какую холостяцкую берлогу мы арендовали. Но главный гвоздь нашей сегодняшней программы, это, конечно же, будет Кирюша аккуратный. Вы можете нам не верить, но он действительно сегодня должен к нам приехать, и мы начнем... Я не знаю, честно, как у тебя это получилось, уговорить его после всего, что было между... Деньги, то есть, главнее и важнее всего всех обид, предрассудков и всего остального. А что это за пищун, блядь, тут пиздец, надо это выкинуть, чувак. О, Гуфи уже улегся и лежит, занял свое местечко. Ну, тут прикольно. Друзья, небольшое отступление. Хочу вам пока напомнить про компанию Авалон, с помощью которой у меня получается неплохо зарабатывать. Все, что вам необходимо, это выбрать всего лишь один из четырех тарифов на сутки, неделю, две недели или месяц. Пополнить свой баланс любым удобным способом и создать депозит. С компанией Авалон я работаю с июня прошлого года и за это время просто посмотрите, сколько депозитов у меня уже отработало. На данный момент у меня в работе депозит на 7 дней, сумма инвестиций 63 тысячи уже заработана 66 и это только 3 из 7 начислений. Регистрация на сайте довольно простая, ссылка будет в описании. Я знаю, что я второй раз уже не расчутал. Кирюша даже приехал, сидит вас любедя. Второй раз уже они не вырастут. И вот меня можно посмотреть сегодня, ну или завтра за 400 тысяч рублей. За меньше я не готов. Нам чувак задонатил на 5 рюмок подряд, а у нас ни закуси, ни лайма и я с самого утра ничего не ел. Так, чуваки, в первом магазине я закупился, потратил уже тысячу гривен и еще не купил даже половину из того, что надо. Это даже без алкоголя, понимаете? Тут продукты даже не все. Просто район еще такой ебанутый, немного нормальных магазинов нет поблизости, и поэтому приходится ходить там в 5 разных для того, чтобы скупить все то, что тебе нужно. Через дорогу еще ряд каких-то магазинов, надеюсь, здесь уже будет все, что мне надо, потому что я в основном все купил, что было с мясом. Саша, как вы знаете, мясо не ест, с ним у нас постоянно проблемы, потому что ему хрен найдешь, что он может есть. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас есть рыба? Вот есть красная рыба, я надеюсь, Саша будет доволен. Сука, как я заебался. Посмотрите. Ящик, бутылка воды, раз пакет, два пакета тут тоже полный. Как это все дотянуть? Народ, вам нужна минута перезагрузки. Бухнить. Ого, это нам на рюмочку. Вот давай я сейчас налью, и ты мне ответишь на вопрос. Сколько раз ты промазался? Что, Богдан, наливать тебе? Пиздец, Богдан принес баклажку с водой. Ебан, я же говорю, осторожно кофе. Смотрите. Семь и кофе, зря маху я их нос, блядь. Еще и кофе, и Кирюша даже. Блядь, я так хотел кофе, чувак, ты себе представь. Блать, я одно спас! Одно? Ты что без люка? Блядь! Нахуя! Блиности облил Кирюшу сам в фонтанчик, как дельфин через это запускает. трусах будет короче тут дело такое мне instagram скидывает как я скоборовский забил стрелу три на три мне кирюша и саша вот и сейчас кирюша хочет позвонить от скоборовскому знать what the fuck is this a тысяч а ты с коборовским не контактировал да я жива ни разу не видел да саша привет как дела там у вас то неплохо чувак тут что-то пишут по ходу подписчики и сталкивают нас лбами пишут что вы набили нам стрелку а вам по ходу пишут что мы набили вам стрелку что саша писал гадости тебе чувак подписчики сталкивают нас с лбами мы сидим просто типа тут вообще не упоминаем ничего и потом видим да и потом видят что типа ну что мы сидим я же говорю мы видим что пишут что типа стрела я говорю в смысле типа может вообще никто ничего вот я решил позвонить узнать короче какая-то хуйня начало на часах у нас сколько два часа ночи дима верховецкий приехал к нам на стрим на очную ставку с кирюши у них есть еще не закрытые вопросы иду его встречать мне кажется или блять это то о чем я подумал это перформанс дядька блять это полный пиздец дима ты с цветами не простая бутылка довольно какой-то дипломатика друзья кто был на наших предыдущих трансляциях знаете о том что мы практикуем такую команду как город засыпает мы просто спим вы будете нас нашими донатами получилось кажется поспать беспрерывные не знаю где-то около часа или немного больше и меня уже разбудил не доната саша и говорит что трансляция прервалась пришлось перезапустить стрим не знаю почему но он автоматически остановился на 12 часах за добрым 8 утра голова ужасно болит во рту вкус непонятно чего целую ночь пили и предстоит так еще я не знаю не меньше недели точно крыши чуваки дима верховецкий уже собрался поехал франшизы продавать вот мы своим золотым составом остались на квартире кирюша саши сходили купили кофе сынки там завтрак у нас а эти нам еще задано или тысячу рублей донатер который частенько к нам заглядывает и говорит пора бухать и ебать нести патрон друзья ну а тем временем наш стрим продолжается и вы просто посмотрите какие метаморфозы происходят с организмом кирюши и ванна 300 блять посмотрите лоб покажи шею у человека четко ебать 2 совершенно не реагирует на ваши провокации короче взял две горяченьких пиццы взял пивка под пиццу не предбула себе еще не выдержала сидеть в квартире решил пройтись хотя бы до магазина вот и сейчас зайду за кофе как вы помните вчера из четырех чашек уцелела только одна сейчас меня будет попытка номер два кофейня замечательно у нас есть напротив дома в котором мы живем вот этот здоровенный оранжевый дом живем полные пакеты то есть полные руки пакетов подходим к подъезду здесь в этот раз все получится осторожно второй раз кофе не надо разлить пожалуйста как-то не главное не давай достаньте кто-то у меня руки заняты и пиво но я не понимаю что это дает кирюша угощайся злобяра какой-то блять бери кусочек а я ж ну возьму оттуда а чего отсюда не хочешь но это же персонально твоя смысле это мне много блять ты шо я ж перед этим сел консервы позовите нацкорпус пишет на тусовку спасибо богдан пожалуйста на здоровье нравится да да видишь как богдан угождает тебе а ты меня угождаешь всю жизнь всю жизнь да только то и дело это делаешь искренне от души или с какими-то корыстными намерениями а корыстные намерения какие что с тебя взять кирюш но по сути что ты можешь дать знаешь что я могу взять себе баррикады построил нахуя я забаррикадировал блять ты посмотри на это кирюша это шумоизоляция отражается шум отражался звук и так было слышно потому что вы орете очень сильно а хозяин очень нервничает вы посмотрите он не успокаивается не к шо ты нахуй нару был думаешь поможет если к нам кто-то зайдет реально кто-то уже слил инфу про то что мы стримим его видимо владельцу квартиры это не нравится то не она это бред какой-то ты говорил что работаю жалуются соседи все дела что там творится вы же не хотите съехать раньше времени чтобы не было слышно нас но только что написал хозяин квартиры потому что он смотрит оказывается наш стрим кто-то скинул его знал где и нашел мне писать а зачем вы двигаете мебель мы не шумели ночью но мы не доложили музыку чувак днем же даже тоже сколько людей квартире ты не видишь сколько людей посмотри стрим посчитать охуенное неудобство сейчас блять и среди ночи собирать вещи куда-то пиздавать искать другую квартиру короче чуваки такая тема хозяин квартиры это и оказался каким-то ебанатом хотя по фоткам там молодой чуваки казалось бы должен понимать все что здесь происходит мы как вы видели сами на протяжении всего стрима не шумели не устраивали тут никакие концерты то есть все в максимально спокойном режиме понимаю когда там хозяева квартиры недовольны когда всякие мол строй устраивают стрима но и понятно там полно пизда все крушится ломается здесь все аккуратно ничего даже у нас даже срача здесь нет мы даже мусор мир убирается мы даже посуду всю за собой моем каждый раз и блять чувак просто взял написал саше вы шо там мебель двигаете хотите раньше срока съехать какого хуя если ты уже все знаешь если ты смотришь стрим ты же видишь сколько людей в квартире вы мебель двигаете откуда ты это мог узнать если я прям только что подвинул и он мне через 15 минут написала шоу мебель двигаете а у посмотрите чуваки просто на самом деле посуда блять даже вся помыта за собой все помыть на срача нигде никакого нет просто подписчики на самом деле правильную тему говорят по поводу того что это охуенная реклама для квартиры куча людей они узнают куча людей уже ее загуглила на airbnb возможно кто-то захотел бы дальше ее снимать но в итоге после такого мне кажется уже ни у кого не появится желание сюда заезжать даже если кому-то хата и понравилось потому что с такими хозяевами с такими отношениям хамскими то что сразу тебя начинает грубить угрожать хотя нет абсолютно не медленно ну а ты не грубость это хамство чувак то есть после такого у тебя должно хорошее настроение остаться и желание дальше продолжать здесь находиться планировал у тебя работа ты потратил на это деньги ты ночью должен блять съезжать из-за того что ты просто подвинул диван а я его починил еще он был его прикрутил взял отвертку и по закручивал все что от него станется что его поставили на бок хотя ей уверен что его в грузовике когда везла там мебельная компания на эту же квартиру его так и везли хотел как лучше получилось как всегда написал что-то чувак пишет хозяин квартиры пишет прямо сейчас короче вы нормально водите продолжайте но близ аккуратно там ну и соседи чувствительные а кайпа я вам смотрю подогнал я вам блять не шучу посмотрите что человек написал короче вы нормально гоните продолжайте но близ аккуратно там кирюша смотрите блять на вот это что как кирюша грустит загрустил у бар сидит и грустит не видать придумает миллиона все все пошло вещи как вы видите уже собраны кирюша думает что его подъебали и не видать ему миллиона но чувак мы просто заезжаем на новую хату и все про то где-то его я уже знаю все у меня уже на готове уже машина поддержать смотрите как расстроился покраснел кирюши ты не выделывается кирюшу обувайся и спускаемся короче друзья я только нажал на кнопку остановить трансляцию смотрите что хозяин квартиры смайлик пишет малик отправил счастливый все доволен собой и все довольны ну и мы тоже довольны у нас уже все собрано сейчас выгружаемся такса только что приехала мне уведомление на мобилу пришло погнали не начнет мы знаем где он живет ключи нужно куда-то спрятать тут консервы наверное не не и там еще два чемодана я надеюсь чувак на это реально оборудование да очень дохрена вещей кучей все поместилось как вы видите ребята переписывать хозяином квартиры он говорит мне кто-то постучался сюда и сказал что там стрим из москвы а какой мысли вод Москвы если мы в квартире какой-то приехал ему в квартире какой-то несет какой-то человек из москвы ему скинул нас а не что играть и его он зашел на стрим и его возмутила баррикада так именно в этот момент когда я строил баррикаду но я говорил regulation kiedy этот момент он зашел и у его это сильно возмутило но говорит я вас не выглядит но я вас не выгонял так и напиши ему а зачем нужно было писать что в усилении раньше времени но баррикады так и вызывала конечно эмоции не знаю в таком просто turbo темпе оформили нам только что квартиру буквально две минуты кричи уже у нас мы ничего не выбирали просто посмотри сидит и тужи саша скажи мне что все будет хорошо кирюша едет машине со мной смотрит на меня грустными глазами говорит саша скажи мне что все будет хорошо и нам пообещали пакет порван непонятно как они давай кирюша я чемодан покачу а ты тут пакет возьмешь под руку под руку его надо он порвался сейчас бутылки побьются мы с вещами запаковались у лифт сейчас пытаемся подняться в нашу новую квартиру для стрима короче вот такая вот квартира у нас теперь будет 10 раз лучше чем то что было вот тут у нас будет стоять компьютер сразу же там будет выведена трансляция на большом экране диван красный чувак стол большой обеденный там спальня там ванна так смотрите богдан в скором порядке разбирает все суетится чтобы заработать миллион разбили еще по пути гипер скорость отключение ну и сейчас мы узнаем можно тут стримить или нет самое главное на загрузку это ничего не значит на загрузку надо пинг 2 миллисекунды бум шакала калака понесла должно быть нормально а кирюша переживал мы тупо все решили за за час чувак хотя были на другом конце глаза что что ты бы смог бы все так решить бы зачем тут я я бы смог бы чувак я решал и другие вопросы просто это все что ты нагнетал только чувак кирюша сел на позиции своим что стрим запущен он ни хрена себе ребята мы уже на новой квартире присоединяйтесь час двадцать и мы уже на новой квартире проверили вроде бы интернет нормальный буквально три минуты я нахрен все подключил к сети запитал залогинился запустил трансляцию все в эфире и никто мозги не ебет спальня бля кровать здоровенной тут вчетвером лежать можно вам сейчас так наверное не видно но просто посмотрите сколько тут места чувак тут балкон есть до офиген и руши есть куда сигарету пойти ты посмотри так кухонка вот такая вот холодильник у нас есть ванная комната ванная полноценная куда можно лечь и намывать карася с видом на водовор поэтому пускай он нам 1500 гривен еще сверху отдаст за столичную либо вышлет на мою покой чувак расскажи что только что произошло пока мы ехали по дороге саша переписывался с этим удозвоном владельцем предыдущей квартиры скажи что он тебе написал короче он сказал вы лучше возвращайтесь обратно потому что я не намерен реки возврат я не намерен делать возврат говорит можете возвращать ебать мудилка не шумите и соседи не тревожьте а он ну типа не будет продолжать наблюдать за нами без стрима офигенно короче чуваки вышла я только что из гульвера закупочку очередную сделал еду там алкоголь и честно говоря на кирюшу нихуя и брать не захотелось потому что в обед когда он покупал еду за свои деньги взял там какой-то салат и на меня и на себя а вторую порцию по моему лазань только себе это избрать то что я был возможно захотел бы тоже глаза не он не подумал тем не менее я вчера до этого когда покупал еду я всего брал по 2 спрашивать стали ли мы счастливее когда появилось больше денег я да однозначно кирюша тебя попустила уже на самом деле короче чуваки такая тема мы переехали уже на новую квартиру а дима верховицкий совершенно об этом не знал и приехал со своей девушкой на ту старую я говорю дима ты что не знал не смотрел наши истории у нас там капец произошел мы уже переехали на другую он такой ну нет и просто сейчас уже приехал оттуда с того района в центр города дима как всегда не без подарков я сказал ничего не надо и вы привезли целую торбу подарка блин чувак ты просто охуенно выглядит заходи а то я замерз кирюша высадился говорит ого лера ничего себе кирюша ты же возбудился посмотрите шо тут творится блядь что-то саша упал и лежит да я снимаю не могу вообще ты шо здоровый мужик не закинешь второго мужика на кровать что он не хочет сам просто лежать в смысле вот чувак на диван саша шут вышло что осталось он упал под диван чуть ли не залетел блять только что так и не разложит а в слиз седушку эту разложить еще раз короче у нас город засыпает а киржа ботица холи раскислие обомрут один два три четыре пять шесть доброе утро дорогие подписчики это ночь была не самая сладкая для нас потому что спали мы примерно вот таких вот условиях ну как спали мы спал я и саша скручиваясь на вот этом диване кирюша просто взял съебался и ушел на комфортабельную там блине 2 а даже трехместную кровать и поспал апартаментах на нормальной кровати а мы на диване а потом еще утром кирюша устроил тебе пупковый сквирт потому что человек задонатил на то чтобы мы налили кирюши текилы пупок а потом у него потыкал пальцем и сквиртанул на богдану какое задание было кстати на улице не так уже плохо я вам скажу набираю себе ванную нужно помыться хотя бы раз за три дня вода какая-то не сильно чистая бежит но выбирать не приходится ну а шо бля я как за палец хороший человек но блогер не такой ну извините тюнинг спасибо чувак да еще за них ночь маловато бэбры да еще бэбры нюхнуть короче чуваки задонатил кто-то у нас анвел гиз какой-то пять тысяч рублей и саша сейчас кирюша будет целоваться в губы и не один чувак тебе еще надо сорок тысяч докинуть кафе крупно а что ты тут пристроил а что-то за многоножка блять ёб твою мать это что-то твои чувак это с тебя еще ты на такое не догадывай это экстравокс Кэрри и Гарик с наступающими вас праздничками С Новым Годом Доброе утро друзья мы уже проснулись Саша сходу задонатили выпить пять рюмок текила он открыл бутылку и уже одну выпил Кирюша срёт и кстати нам уже задонатили больше трехсот тысяч рублей Кирюша сейчас купит себе новый тринадцатый айфон хотя на встречу с нами он приехал с 6s айфоном и когда ты одинокий режиссер и ты создаешь видимость что у тебя блять есть группа и нужно прописать в бюджете вот что-нибудь и когда нужно отмыть на бюджете А давай мы тебе вышли две бутылочки Смотри от Димы блять при чем тут Дима Друзья Кирюша остался дома а мы с Сашей вышли выпить кофе впервые за трое суток мы видим солнце и радуемся наслаждаемся Какой кайф ахахаха Я соскучился уже по солнцу Мы же из дому не выходили я если выходил то ночью просто забухло Все мы не гуляем ничего Мне блять утром задонатили пять текил как только я глаза открыл Я даже не позавтракал даже Я только как бобра почесал даже не почесал зубы себе блять и все и сразу пил блять пять текил Восьми до в 100 грамма мы Ну как это 250 получается И не завтракал уже блять час дня идем что-то я закину на дно Кстати Кирюша с нами отдыхал в пиздатой квартире в центре города три дня И за три дня он уже насобирал сумму на новый тринадцатый айфон То есть думайте человек вообще не потратил вообще ни копейки Потусовался реально в апартаментах где его полностью поили кормили Привлекали активы нам даже писали саунд-продюсеры песни в его честь То есть он просто лежал с друзьями отдыхал его все любят И за три дня он еще и получит себе новенький телефончик Съебись! Что бы хотел так же Что бы хотел так же Кирюша вот тут будут бобры зашли впервые попавшиеся магазины тупо бобер вот еще кричит мы уже тут кстати закупили еды пойло там алкоголя огоньков бенгальских саша сошел с ума собрал всех бобров что были в магазине и тупо хочет бобрячие семейство построить ходы принимай кирюша распаковку делает рекламный интегра и ложись сейчас будем делать воссоединение фамилий воссоединение кирюши с его родиной семьей знаете когда можно подать документы если у тебя в роду есть какой там например евреи либо американцы канадцы и можно сделать воссоединение семьей получить документы на въезд по семьей у меня все нормально кирюша делаем воссоединение тебя своей бобряки семьей смотри жена дети все на месте воссоединился в своей бобряки себе блять кирюша с бобрами поэтому давайте стройте хатку кирюша воссоединился это тебе да я понял вот будете платил устроить блять греблю в четверем легче греблю строить сейчас будет распаковка только что вот с магазина купили потому что у кирюши был 6 айфон ему все в чате писали какого хрена ты ходишь 6 айфоном и вот так заебали об этом спрашивать чтобы просто взяли и пошли купили тем более новый 13 сказал я уже холодильник не хочу я хочу первую очередь купить с доната себе новый айфон а потом уже холодильник а потом делать ремонт а потом путешествие в барселону вот такие планы распорядиться донатом поэтому кирюша залетай на стрим показывать свою обновку сейчас бобер будет это для нормальных распаковку своего нового боброфона ты заебался этим словом просто пиздец ты тупо мономаньяк ёбнутый чё это ничего я не знаю чё вон трепещет все семейство трепещет бобровых открывает не может дождаться а чё он синего цвета то я говорил что синий он будет трепещут все семейство вообще вахуешь у кирюши наконец-то будет новый не бэушный телефон Bulму freelance пошло ребят так мы улистаточно смотрите вы стали свидетелями как испарили 393 с половиной дня на донатах получился вот самый новый топовый телефон который только вышел буквально пару месяцев назад надеюсь этот телефон будет служить мне верой и правдой и не будет уже в этом году таких подставках с предыдущими двумя только что нам задонатили на хачапури по-аджарски из кирюши где наши а яички перепелины в студии яички яички мы засунем прямо в хирюшу хирюша ложи телефон и давай что будет что будет супер игра скоро будет не могу больше ждать тебя быстрее вставлять только но яйцо потому что в пупке место немного она же самая черная выбирая я контролировать и диван потому что мне кажется лучше то на полу наверно делать нет вот подстелим хачапури хачапури да подожди дай брать штаны шнему иди сюда быстрее дай мне яичко так надо чем-то разбить выцеживает прямо в пупок в пупок промахнешься ну давай желточек в пупочек хачапури по-аджарски кирюше еба как же это сука мерзко замешать качапури надо давай взболтаем гоголь-моголь дай бога ай блядь колостас все хорош так делали у саша у саша ты лучший бармен саш хачапури пфу в пупке желток хуй ты его вытянешь оттуда а шо ты блять это ж на продажу бобер куда ты его блядь фу он желтыми зубами тебе а у бобров оранжевые зубы загоняй его туда есть есть сейчас замес будет пошло пошло пирюша чуть тебя воняет тебя неприятно пахнет чем хачапури черт็крит блядь ёб твою а о а так Так всосишь уже его и выплюнь в бутылку. Ай, блядь. Блядь. Блядь, от Кирюши просто воняло. И плюс у меня рвотный рефлекс от яиц. Я ненавижу сырые яйца. Просто не понимаете, яйцо само по себе противное. Так еще от Кирюши несло потом. Его личным запахом. Короче, чуваки, только что 11 тысяч рублей задонатили, чтоб Кирюша садился на лицо вонючими, грязными в говне трусами Саше и держал в руках бенгальские огни. И мы начинаем. А тебе хоть на что раздеваться? Ты хочу так. Я ебаю. Так, тебе прошу. И еще, найди эти романтическую музыку. Богдан. Что? Ты режиссируй. Ну, я думаю, что мне надо встать на колени. Да. И потому что по-другому не выйдет. Ну, только надо выбрать позу. Как ты передом? Хуем колбу будешь или жопой колбу? Я думаю, лучше передом все-таки. Передом на лицо садиться. Ну, думаю, да. Кирюша получил айфон, еще и на лице у шапика посидел. Так я же говорю, да. Ты ему айфоны, а он тебе на лицо садится и пердит подливой. Так айфон же куплен с моей части донатов. Какие вопросы? Только говори, что делать, потому что я же говорю, я не опытен в этом. Скажи мне, как садиться? Ты разворачивайся, жопой, да. Ты садишься на лицо, только старайся, блядь, не всем прям бесом. Как-то немножко, чтобы не раздавить мне ебало под собственной 100-килогровой тушкой. Смотри, вот так, на колени. Так. Вот, подвигайся. И сейчас... Так. А что не передом? Да потому что так. Сейчас творится история на ваших глазах, ребят. Так, сейчас, я врубаю секундомер. Старт. Так, что? Ну, давай, не говори. Ну, типа, все? Садись. Ну, все. Ну, тихо, куда ж ты уткнулся прям. Блядь. Пиздец. Как воняет, сука. Пухлый ты, сука, не сами подпись несет, пиздец. Так, сядь там как-то нормально. Так ты, блядь, а он именно понял? Этот нос засунул прям мне в дырку. Нет, чтобы сесть как-то пододвинутым, типа. То есть, я старался сесть максимально лояльно. А чувак, тупо, я чувствую его нос и себя прям в дырке. В очке прямо. Сука. Возяет жестко. Потом. Пу, блядь. Ебать, Саша, ты там грызет очко. Он тупо нос засунул. Выедает жопу. Он нос засунул прям мне в дырку. Как она там, блядь? Уже минута. Минута? Вставай, так как хули ты сидишь? Так нет, 100 секунд уже говорили. 100, а, это... Ты живой? Там есть чем дышать? Стояш не потно. Ну, блядь. Ёб твою мать. Он ему айфоны покупает, а тот ему очком на голову садится, на лицо. Сука. Пизда. А че ты меня чукаешь при этом? Он уже не знает как, блядь, его терпеть. Пять, четыре, три, два, один, ноль. Вот это жмыхнуло, да? Как став? Воняло жестко, там потом таким запрелым, блядь, хуёвым. Как будто, значит, как будто половая тряпка долго лежала где-то, ткнулась, так знаешь, завонялась. Еще и пот такой, сука. А, Кирюша, тебе как, понравилось? Чувак, вставай. Да не очень. Не очень? Да давай, Саша, обнимайся. Носиком в дырочку. Было героично. Носиком в дырочку-то нормально было? Зачем ты, чувак, нос прям мне в дырку засунул? Так, блин, же такой донат, правила такие были. То есть я как-то старался, там, может, чтоб на лоб или... Лояльный. Там же ж не было такого, а чувак тупо именно нос в дырку мне засунул. Бальзан будешь тоже? Прелой половой тряпки я не хочу. За сколько ты будешь? Да ебать, я вообще не хочется, честно уже. Ебать не хочется? Ебать вообще не хочется. Блядь, он мне на глазу насиделся, блядь. Хуёво вижу мутно теперь, блядь. Чувак, это тебе компенсация за все эти. Как раз новый станок, блядь, новое лезвие купил. Хотел побриться сегодня. Как писать задание и зазву и донатить на это, так ты громче всех орешь. Так ты ему сделал лучше, чем было. Ну, чувак, но я уже... Блядь, я оба правы избрили, и у меня тоже правой нет. Ну, это уже полпути к гуманоиду. Это чтоб все были удовлетворены, мне говорили, чтоб, блядь, ну... Ну, нормально. А шо, бровь долго отрастает, да? Ну, месяц. Месяц, да. Будем пить жилет, лосьон после бритья. Огуречного нет, будем после бритья пить. За сколько выпить? Ты шо, блядь, вообще уже? Таня, помазать, типа, бровь. Блядь, как печет, пизда, понюхать. Ты собрался это пить? Та нет, ты шо, я ебанутый вообще. Та нет, да, я тебе пошутил. Подуй, 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 пожалуйста. Лучше три, по нацию. Блядь, я реально поверил, я думал, что он, блядь, будет это пить. Ты шо, вообще? Не, это ж пиздец. И почешите бобренка на радость. Легко. Почесать. Почесать, почесать, почесать бобра. Чешим, 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 чешим мы кирюшу. Чешим, 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 чешим мы бобрюшу. Почесать, 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 почесать бобра. Почесать, почесать, почесать бобру. Чешим, чешим, чешим. Чешим, чешим, чешим. Опять спрашиваю, что такое игра в качалочку и почему так дорого Качалочка это скалка для теста Это будет игра, мы будем вертеть эту скалку На ней будет стрелочка с одной стороны нарисована И на кого попадет, тот должен ее как можно глубже запихнуть в задний проход А потом следующий участник должен побить рекорд предыдущего Выиграет тот, кто просунет качалку как можно глубже и получит миллион рублей Но если к концу стрима мы все подружимся, то может победить дружба И мы миллион этот поделим на троих Если мы не помиримся к концу стрима, тогда заберет миллион только победитель Вот, в общем, вот это игра в качалочку Теперь задонатили, чтобы Кирюша нюхал трусы шапика Так, а если мне следующий раз скажут, Кирюша ложит трусы на лицо и сидит нюхает Вот давай уже, блять, 5 тысяч задонатили, понюхать, блять, мои трусы Ну и на этом за это единая новая акция Ты сидел, блять, у меня на лице Прикрывай его Только выверни их стороной Ты корнишон прикрыл? Прикрыл, вот Выверни, пожалуйста Давай, нюхай Трусы, ну выверни их, блять, стороной нормально Они желтые, блять, какие-то А че они желтые? Чувак нихуясен Она говорит, я их сегодня только новое одел Ты шо, шутишь? Говорит, чувак, нихуясен Они желтые Потому что они белые, блять, понимаешь? Блять, у меня были реально... У тебя чистые еще, Кирюша, были Чувак, пожалуйста, во-первых, переверни их стороной Будет вонять говной нормально Они желтые Чувак, шо я здесь? Блять, там черка Пожалуйста, выверни их, во-первых, стороной нормальной Чтоб я, блять, не внутренней стороной, чувак, их нюхал Нормально там все Нормально Чувак, выверни их И я приложу к лицу, сделаю три вдоха Вот, все Дай мне трусы в руки, четыре дешевых А я, блять, Богдану говорю, чтоб он снимал нормально Дай трусы мне А я как снимал? А нахуя мне тебе давать трусы, подожди, я жду шоу В смысле? Я жопную складку нюхал В смысле? Надо именно промежность нюхать Че ты резинку... Ну, чувак, там, блять, в донате было... Какую резинку, человек? Просто сверни их В донате было написано, приложить трусы и сделать три чувак вдоха А мне было, блять, написано Кирюша нюхать промежность Я не буду, блять, нюхать, чувак, промежность, блять, своих обосранных трусов Каких обосранных трусов? Брошу, сверни, чувак, мне их понюхать Ты сидел у меня на лице Я рад, но, типа, донат, чувак Я не буду, блять, нюхать Хоть хак-то уже, давай, Кирюш Да, да Да ты, блять, шоу Сними нормально Шо, ты, нихуя не снимаешь Ну, все И шо? Я не буду, блять, разгрывать сыр, что типа там И шо, блять, сильно воняют или шо? Ну, они желтые Переодень их, пожалуйста Ну, вчера, теперь надевал Укорился, Леш, это новое Вчера, это новое, вчера Со вчерашнего Ну, они другого цвета и с какишом Блять, с какишом Они просто белые Так, и все Так, они уже не белые Ну, типа То, что ты хотел Это же не значит, что я должен хотеть Одного и того же, что ты Мы два разных человека На пятые сутки стрима Начинается пизда полная Нужно просто прокачивать то, что я хотел Уже все моральные истощены А поэтому и обсудили все условия Только сремся И все вещи эти были продавлены И ничего более Чтоб не было такого, что типа ты хотел дом Вчера на стриме удалось продать одного бобра Которого мы покупали Саша вот сделал записочку Поздравительную И несем Бобра продавать Отправлять точнее А теперь ты нам перетрешь Я же не крыса Да, чувак Мне неинтересно Я лучше поговорю о чем-то позитивном Ну, ладно Все Бобер отправляется К новым родителям Биологические родители От него, к сожалению, отказались Но зато Появились хорошие люди Добрые Приемные Которые готовы Принять его в семью А мы с Сашей уже переместились в кафе Накрыли себе Пальню Вот такой вот И под вскрики Кирюши Будем завтракать В 15.29 Чуваки, мы вышли за покупками И я что-то уже настолько измотан Что пришлось лечь отдохнуть Прямо в юзке Сегодня будет елка И пупон Пупон Мы купили МНДМС Для того, чтобы забрасывать С расстояния его В пупок Кирюши И кто попадет Тут выиграет Какой-то лютый пиздец Начал происходить На пятые сутки стрима Кирюша очень сильно Хочет срать Но он также должен 35 гривен Шапику Шапик в отместку Ему за это Забараккодировался В туалете И сидит Держит Со штопором дверь И не пускает Кирюшу Пока он ему не скинет 35 гривен Заманил меня сюда И я теперь вынужден Тоже теперь здесь сидеть Поджигай Фалкан Хэви Фалкан Хэви Блядь Сейчас как-то нет Фальстарт Старт Блядь Фалкан Хэви Прогорела Прогорела Блядь Да Прогорела Не салитар Ну это пиздец Блядь Чувак Ну Прекращай Что ты хочешь? Не слава тебе А что ты, блядь Трогаешь меня? Ну, блядь Отъебись Ну, что ты хочешь? Я хочу драться Да, блядь Отъебись Пиздец Ты джигурдарин Твой шпак Блядь Сука Блядь Ну мы сейчас разъебем Все И на этом все закончится Ну, нахуй ты такое делаешь? Я тебе положу на лопатки Да, ухомойись Саша Ну, блядь Саша А ну, пиздец Взяли в руки стаканчик И выпили за моё здоровье Вон, до нас прилетел Все, угомонись Это уже пизда Просто полная на... Блядь, ну хватит Чувак, сейчас, блядь, забанят И что ты будешь делать? Sweet dreams Are made of these Every spot I'm looking for something Some of them won't get used you Some of them won't get used by you Some of them won't get used you Some of them won't get used by you Everybody Looking for something Ты любишь чужики? Да, я чужики люблю Прикинь, ты никогда не видел человека в жизни И не знаешь вообще кто это, что это Но это офигенно Ну, это да Саша, только пожалуйста, не надо трогать меня Саша, только ума слой Саша Мэлгорд! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну я уже... Давай, давай, чтобы не распоряжать его сосину. Давай, закрывай. Раз, два... Блядь! Извини, но не зачет, Кирюз. Переделать надо. Я хотел, чтобы легче. Держи за голову, не будет эпекта. Давай, только... Че ты боишься? Чтоб не сильно. Раз, два... На! Вот это нормально! Прилипло. Ну, блядь, тебе и получила плюк. Чуваки, короче, только что задонатил какой-то непонятный меценат, миллионер. 75 тысяч рублей для того, чтобы сделать из Кирюши гуманоиды. Я сейчас вам объясню, что это такая опция у нас есть. Это забревание бровей, бороды и волос на голове. Блин, пиздец. Начнем мы сейчас с бровей. Садима, говорит, он едет уже. Ну, то все, садись, я тебе бровки побрею. Тебе хуманует. Это пиздец. А ну, покажись, пиздец. Подожди. Блять, как оно без бровей странно. Как инопланетянин какой-то. А ну, покажись. Ну, это странно, да. Смотрите, начало. Осталось только брови и волосы. Блять. О, так нормально стрижет. Кстати. Кохолок пошел. Блять, ты как дед старый стал с кабриолетом. Знаешь, облысевший. Помните в этом, в один дома, короче, был бездомный, у которого выгорела шапка сверху и волосы тоже. Скажи, похоже. Что там происходит? Сфокусирует, пускай. Дима Верховецкий приехал и взял с собой парики для гуманоида. Ну, всякий случай, чтобы было в чем ходить. Блять. Блять. Дима, скажи, твой прогноз или сколько отрастут волосы? Пиздец. Или никогда уже? Ну, когда-то мне шапик подстригнулся. Так, ты мне скажи, через сколько? Ну, долго отрастает. Полгода? Ну, у меня полтора не стоит. Блять. Что? Я реально же, Саша, тогда волосы длинные опустил, потому что у меня был шок. Да, я помню. Ты же уже это все проходил. Да, да. Гнездо куриное или жопа куриная. Ну, наверное. Давайте сфотки пока с волосами. Походу машинку выкинуть потом надо будет. Я предлагаю пока с такой стрижкой оставить. И мы просто сейчас бородой что-то интересное сделаем. Ооо, вот эту я люблю больше всего. Чувак, ты как-то ему такое выиграл. Да, да и будет. Нет, так. Это мое любимое, чувак. Правильно красивая борода? Да. Но борода быстро отрастает. Слушай, больше. Блять. Как пиздато. Блять. Блять. Это пиздец. А сверху тут станков надо добить. Так, хочешь что-то поставить, Саша? Да, конечно. Да. Меня оставите потом хоть чуть-чуть? Пиздец. Да? Ты с гуманоидом в одной кровати. Подожди. Заставай. Заставай. У…. Збежит... Ха… Еб твою мать. Да давайте уже сделаем дело. Гулять будем смело. Да. Постоянно сторисы снимает, отмечает. Богдан, ну что получается? Не думал на курсы пойти? Как герой? Интенсив. Интенсив проведёшь? Чарли Чаплин, блядь! Да давай уже доделывай. Под зубки подходит. Ну доделывай уже, пожалуйста. Ты смотри, зубки пиздато. Да, из кавказской пленницы этого чувака. Да, блядь, у неё тоже такие усики были. Охуенно стрижут так машинку? Да. Ну потому что профессионально. Машинка это пиздато. Ваху. Надо осилить. Это лицо ей тоже можно брить или нет? Всё, можно брить. Блядь, у меня флешбеки знаешь какие? С видео окупай педофиляй. Ты смотрел? Тесака? Блядь, я... Ебануться. Я фанатом. Ну там радугу ещё надо ебануть вот такую. Да, конечно. Это хоккейсмартер. Да, надо нарисовать, кстати. Не-не-не-не, подожди. Это всё. Блядь. Ой, блядь. Вот это пиздец. Ты видел, когда такируешь вот таким? Червём. Человек-червь. Нет. Блядь. Это же человек-червь. Блядь, он может какой-то, я не знаю, доктор зло играет. Там я не знаю кого. Ус-избреватели оставляем. Давайте оставим мусики, пожалуйста. Окей. Пока пусть посоветят. Пока будет. Всё? Дима, проверь. С усами даже тщательно тут. Проверим. Всё равно он их сбреет потом. Привет, сколько нужно задонатить, чтобы Бабер час сидел на стриме с рыбой в трусах? ПС Камила передает, что Кирилл сейчас выглядит как после химиотерапии. Сколько надо с рыбой в трусах? Кирилл, рыбу в трусы. Ты что, блядь, хочешь? Рыбу в трусы. Пизду я отсюда. Слышал? Прямо сейчас. Ты меня ещё посылать будешь? Рыбу в трусы, блядь, запихнул? Мне посылать ещё будешь? короче чуваки как вы видите сейчас в квартире сашей мы остались в гордом одиночестве так сказать потому что кирюша в спешке пособирал все свои дары iphone и три меры которые мудима вчера подарил забрал бабло который ему саша перевел на карточку и ушел послал сашу нахуй и ушел и стрим блять закончился и вы не собрали 3 миллиона и даже ляма не собрали там сколько 8 по любому по любому вы бы уже сегодня 1 ли а там дальше вы сами можете понимать что в любой момент может зайти человек который закинет и миллион и 2 и таких типа ситуации случаев куча на ю тубе там на твиче было когда заходили богатые реально люди могли одним донатом закинуть крупную сумму вот мы на это и рассчитывали но даже несмотря на это у нас уже как бы довольно внушительная сумма скажи ну кто кого вы из украина из украинских блогеров на 11 тысяч долларов ну да кого вы знаете из украинских блогеров кому донатят там 11 тысяч долларов пускай и не за один день а за несколько но это еще и труднее потому что трудно блять удерживать интерес зрителя на протяжении недели это реально сложно ладно там трехчасовой стрим провести и он будет супер насыщенный а целыми днями нас меньше там чем тысячи человек онлайн и ни разу не было ну короче все шло очень классно и я и чаще расстроен что так произошло кирюше стало плохо у него начал болеть живот он начал жаловаться мне и саши хотя я не пойму если ты взрослый мужик что ты сам не может себе позаботиться он это не проговорил нормально он пишет я лежу рядом он не сообщение пешка это же стыдно а то что тебе блять хуёво эти нужен врач или что такое что-то мог бы просто сказать не заебывайте меня сейчас я хочу полежать я не буду сейчас выполнять донаты паша чувствую себя хуёво так помимо этого мы молча взяли и начали договариваться о докторе чтобы доктора зашли внезапно вот мы с богданом сразу же переписывались и уже вызвали врача он ушел и послал нахуй просто сейчас кто-то может стать на сторону танки рюши сказать чуваку было плохо вы делали кирюши как и он но я вам сейчас объясню во первых перед началом стрима это много раз проговаривалась и даже во время стрима для зрителей саша повторял что он предупреждал кирюша что на стриме будет происходить полный пиздец это должно быть шоу зрителям должно быть весело вот и поэтому мы будем подкалывать друг друга но делать какие-то стёбы там и все в этом духе я его предупреждал что если вдруг ты меня пошлёшь то все закончится и на второй день стрима кирюша уже меня послал я ему сказал что если ты сейчас не извинишься то стрим прекратится прямо сейчас и никто ничего не получит потому что я не готов находиться в одной комнате с тем кто меня посылает на кирюша изменил кирюша извинился но не изменился он извинился только ради бабла то есть он все это время просто меня терпел и ждал бабосики но когда он уже понял что iphone уже он выявил тысячу долларов он выключил чтобы ему сразу же перевели и все он уже защищен он как бы уже гарантированное свое получил понимаете и все и довольно ушел в любом случае да его сейчас коробит то что блять циферка на донате больше и он бы мог бы получить больше но если вычитывать все растраты еще плюс ко всему то мне кажется кирюша еще и докинуть должен был мы только же посчитали около двух тысяч долларов мы с сашей потратили на аренду квартиры алкоголь еду или нет переезда эту неделю но в любом случае он ушел с тысячи долларов долларов и новый iphone 13 и никаких потерян не понесли она еще блять умудряется мне сейчас слать гневные сообщения и угрожать сказал что вот послать тебя нахуй это только начало то есть он взять не знаю что он имеет ввиду но вон будет теперь мстить либо я не знаю что он хочет сделать что-то слить или блять как-то навредить я не знаю что у него голове а что ты плохого ему сделал я не понимаю для человек обижен на что душа по детские обиды ну видишь плохо человеку сделал тем что помог ему перед праздником заработать получить новый телефон потому что свой он сломал еще и деньги на ремонт когда ему они нужны купит холодильник себе сделать ремонт будет возможность блять устроить себе новый год купить кому-то подарок ну это вряд ли он кому-то что-то купит я просто ребят понимаю сколько среди вас зрителей были бы готовы сами еще доплачивать для того чтобы попасть сюда понимаете а тут блять другое тут не надо платить кирюша ни копейки ни за что не дал его позвали все готовые бухло еда классная квартира потому что сейчас он живет в квартире без ремонта где стены даже кровати нет ни хрена нет ну то есть понимаете да что чисто даже по бытовым условиям здесь сто раз лучше чем у него дома так кроме этого у тебя вкусная еда дорогой элитный алкоголь постоянно кроме этого у тебя уже 13 iphone и 1000 долларов сверху и ты зарабатываешь бабки ни за что блять сидя просто в охуенных условиях бухая то есть я не понимаю на что жаловаться на что блять обижаться что тебя друг твой позвал и помог тебе заработать и в охуенных условиях подрисоваться предупредили что будет жестко будет жесть она не была на самом деле прямо не было жестко блять я говорю мы будем говорить друг другу очень неприятные вещи блять но он же же тоже орал блять возмущался блять какой он блять важный и классный и как он не считает что он виноват хотя блять очевидно он потом сам признавал свою вину мне блять честно обидно что так произошло и непонятно почему кирюша даже если у него будет было плохое самочувствие почему нельзя было просто извиниться и блять продолжить трансляцию продолжить добиваться своей цели я не знаю короче вы можете сами судить кто прав кто виноват вы просмотрели этот я не знаю какой он про по хронометражу получится часовой возможно даже двухчасовой фильм вот но судить вам самим то есть если там вы будете говорить что кто-то там над кем-то издевался вспомните что кирюша сидел жопой на лице у шапика в одной руке держал бенгальский огонек на в другие другой новый 13 iphone у многих из вас есть 13 iphone я блять 12 хожу с 11 я так что ребят хочу подытожить что не было никаких издевок а если они были то они были обоюдные с обоих сторон и мне кажется что этот стрим довольно позитивно проходил на протяжении всего времени ну шо ребята с праздниками вас с ножом с новым годом и разводом бобра год бобра блять я только с вами попрощался шо за пиздец саша разблокировал телефон моему папе пишет мама кирюша и говорит ваш выродок сядет за буллинг кирша говорил мне раньше что его мама не в восторге то что он сюда пришел и блять ну киша мог разобраться со своей мамой но мама встает на защиту чтобы блять защитить кирюшу своего любименького блять взрослого мужика и я видел блять краем глаза извините что подсмотрел как кирюша ночью переписывается с мамой и мама ему выписывать срочно оттуда уходи что это за пиздец там и не говорил да но я ж не буду блять и на стриме об этом он в капюшоне сидел и не видел что я подсмотрел и мама ему строчке зачем над тобой там издеваешь что ты делаешь без срочно оттуда уходи и короче мама его но походу это мама надрочила провоцировала его блять он ушел и понимаете и теперь угрожает адвокатами уже какой ты пиздец просто вот вы скажите мне где в этом мире есть блять справедливость что ж друзья уже два раза пытался закончить это видео на третий раз я надеюсь что она наконец-то получится после ухода бобра мы уже не хотели ничего снимать и стриме собирались по домам но вдруг пришла идея запустить трансляцию снова для того чтобы во первых рассказать зрителям куда у куда делся бобер почему стрим заканчивается потому что мы планировали собрать 3 миллиона рублей стремить на новый год но так как бобер обломал все планы и ушел то мы собирались пойти по домам но потом подумали какого хрена у нас не набрался хотя бы один миллион рублей в итоге сели и мы за вечер с 850 тысяч добрали до миллиона 150 тысяч на донателе 300 тысяч рублей за пару часов без бобра а кирша говорил вы на моем имени без меня вы не можете тупо за пару часов 300 тысяч на донателе больше всего чем за все время с ним а у нас бобром ни одного вечера чтобы за донателе более 3 вечер когда кирюша ушел самые прибыльные такие дела чуваки ну все теперь уже точно пока